Раз в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Еще раз доброе утро. Как обычно в понедельник в это время у нас на прямой связи посредством Зума представитель бюро вакцинации Инга Васильева. Доброе утро. Здравствуйте. Да, ну, наверное, такая тема номер один, по крайней мере, для желающих вакцинироваться. Это, конечно, вакцина Johnson & Johnson, то есть вакцина Janssen. Я так понимаю, что особенно вот предыдущие выходные люди искали эту вакцину и вакцинировались. Да, да. Да, вакцина Janssen у нас уже на прошлой неделе была вторая большая доставка. Завтра мы ждем следующую, третью, порядка 21 тысячи доз. И если мы смотрим на статистику прошлой недели, то мы видим, что за прошлую неделю вакцинацию против COVID-19 у нас получило 41 тысяч жителей Латвии. То есть это довольно-таки такой хороший темп. Показатель, да. Мы видим, например, по сравнению прошлый понедельник и этот понедельник, скажем, ну, как если мы возьмем такие исходные даты, мы видим, что эта интенсивность увеличилась на 10% вакцинации. Так что, да, вакцина Janssen, она дала свой какой-то такой отдачу именно тоже на рост вакцинации. То есть те люди, которые очень ждали эту вакцину, они ее, в принципе, получают и будут получать. То есть фактически мы можем говорить о том, что все-таки регулярные будут какие-то более-менее поставки. Мы сейчас о количествах точно говорить не будем, но, в принципе, мы можем говорить о том, что это не последняя неделя, когда у вас будут дополнительные порции этой вакцины, да? Да, но, знаете, конечно, положив руку на сердце и обещать, и гарантировать, мы не можем. Конечно, да. Все зависит от производителя. Но на данный момент, да, у нас есть информация от производителя, что эти доставки будут регулярными. Вот, может быть, несколько слов о таких называемых выездных сессиях. Будут ли они дальше продолжаться? Как вообще люди откликаются вот в те волости, края, куда едут ваши медики? Да, они были актуальными и будут еще более актуальными. На этой неделе, ну, скажем так, на выходных прошлой неделе у нас было 14 выездных вакцинаций. И в такие большие города, как Токумс, Камдово, и в такие очень маленькие волости, не знаем, как Упит, Наукшен и Неретта. То есть мы продолжаем и будем более интенсивно работать именно по этому принципу, выезжать в те места, где людям довольно-таки далеко нужно ехать, или до семейных врачей, или до лекарственного учреждения, чтобы получить вакцину. И второй показатель, на который мы тоже смотрим, это насколько велика или низко обхват вакцинации в конкретном месте. И по этому признаку, в принципе, мы сейчас и осуществляем нашу тактику. Кстати, в ближайшие недели мы тоже начнем такую интересную акцию, не акцию, скажем, тоже еще один такой вид выездной вакцинации. То есть мы будем ездить по маршрутам автолавок. Если вы знаете, то вне Риги. Да, по Винции чаще всего, да. Да, они до сих пор тоже существуют и очень популярны у местных людей. В принципе, мы тоже будем начинать в Латгалии тоже работать с такими маршрутами автолавок. То есть будет специальный транспорт, который по этому маршруту будет ездить и, в принципе, даже, может быть, заезжать по возможности ближе к хутору, к людям. Вот это хорошо, что вы заметили, потому что на днях появилась такая информация, что практически все семейные врачи подключились к этому процессу. Пускай кто-то с опозданием лучше позже, чем никогда. Но, тем не менее, вы говорите, что это будет типа автолавок. Значит, все-таки семейные врачи не всех смогут пациентов охватить. И, наверное, есть у нас какая-то часть людей, которые не пользовались услугами семейных врачей. Да, там причины очень разные. Конечно, есть люди, которые не пользовались услугами семейных врачей. Мы тоже понимаем, что нагрузка на семейных врачах очень большая. На данный момент, когда мы тоже видим, как инфекция COVID распространяется, мы знаем, что у врачей очень большой каждодневный труд. И поэтому там очень комплекс различных причин. Поэтому этот подход, мы очень надеемся, что он поможет тем людям, которые хотят получить вакцину, ее же и получить. Учитывая, что будет дан переходный период для некоторых групп, категории работников, вакцинируется в течение пяти недель. А достаточность вакцины страна сможет обеспечить вакцинами всех, кому это потребуется? Да, на данный момент у нас в стране запас вакцины довольно-таки большой. Его хватает на такой интенсивный темп вакцинации. Но, кстати, что я хочу тоже отметить, раз уже мы в прямом эфире, что касается 15 ноября, когда некоторым профессиям будет обязательно вакцинация. Если вы хотите получить, например, вакцину Pfizer и 15 ноября уже быть с дигитальным сертификатом зеленым, то есть вам эту вакцину Pfizer нужно получить до 11 октября. Кстати говоря, да. Да, потому что не так уж много времени, потому что между вакцинами есть три недели и еще две недели, пока установится действие вакцины, и вам будет, скажем, у вас будет возможность дигитальный сертификат. Если вы хотите получить вакцину Janssen, то вам нужно рассчитывать 14 дней до 15 ноября. То есть это 1 ноября, это последний день, когда вы можете получить вакцину Janssen, чтобы 15 ноября уже быть с сертификатом. То есть очень хотим пригласить людей, чтобы они посмотрели на этот календарь, посчитали. Модерны – это 6 недель. Общий цикл. Да, 4 недели между вакцинами и 2 недели до сертификата. Pfizer – это 5 недель, и Janssen – это 2 недели. У нас есть и звонки, попытаемся, я думаю, что вы услышите вопрос радиослушателя. Доброе утро, слушаем вас. Доброе утро. Вот вопрос такой. Недавно читал на очень известном портале, в интернете, что главврач, по-моему, или руководитель страдания обмолвался больных COVID-ом 50 на 50 и вакцинировал. Как это понять? Спасибо большое, да. Ну, вот я, честно говоря, этого не слышал. Я знаю, что есть определенный, ну, подавляющее большинство невакцинированных попадают у нас в больницы в тяжелом состоянии. По поводу 50 на 50 я таких не слышал, да. Нет, таких данных нет. Я обращаю внимание слушателей, пожалуйста, ищите информацию на официальных сайтах SPKC, то есть с вами профилаксис центры. Там, кстати, информация размещается тоже на русском языке. Доверяйте официальной информации, не доверяйте тому, что кто-то где-то как-то когда-то что-то услышал. Мы знаем, как работает сарафанное радио. Если там, если соотношение 10, 1 к 9, то через сарафанное радио он иногда вырастает, как вот сейчас мы слышали 50 на 50. Да, я тоже такого не слышал. Что касается логистики, вот семейные врачи, им доставляется эта вот вакцина под запрос, или у них уже что-то хранится в холодильнике, какое-то количество вакцин? Это опять-таки зависит от каждого вакцина. Есть такие, которые, в принципе, довольно-таки активно вакцинируют. Конечно, очень активно сейчас вакцинируется вакцина Янцина, но она особо не на русском языке как-то не говорится. Ага, особенно не остается, то есть, ну, запрос большой на нее, да, понятное дело, да. Да, вот еще такой вопрос, который я хотел задать. Мы знаем, что видоизменяется все время информационная компания, которая проводит бюро вакцинации, не только. Ну, я знаю, что сейчас очень активно идут такие вот публичные дискуссии с приглашением экспертов. Что здесь вы еще планируете? Вот видите, наш радиослушатель позвонил. Понятно, что где-то он, может быть, урывки краем уха, где-то ехал, что-то услышал по радио, кто-то выступает из больницы 50 на 50. Может быть, еще вот действительно вовлечение экспертов поможет, по крайней мере, чуть-чуть вот развеять мифы. Ну, вы знаете, это опять-таки, как вам сказать, процесс вакцинации, к сожалению, в нашей стране, не только в нашей стране, он показал такие различные, скажем, больные зоны, которые и решались в течение нескольких десятилетий. Одна из них – это то, что называется «малоточественские меди и протеи». Я не знаю, как на русский язык переводится это слово. Да, оборудование по средствам массовой информации. То есть, если какая-то информация нас интересует, пожалуйста, ищите на первоисточнике. Это официально, и все-таки есть сайты, и Министерство здоровья, и СПКЦ, и то же самое, наши МВД, те же самые проверенные масс-медиа, такие, ну, не знаю, как, ну, даже как ваш медиа, как, не знаю, Делфи, РУ, ЛСМ, РУ. То есть, есть масс-медиа, на которые на самом деле можно доверять. Если вы что-то как-то слышали, вам эта информация кажется, ну, такой волнующей, проверьте, просто зайдите, проверьте, удостоверьтесь. Но что касается компаний, я могу добавить, что, конечно, мы работаем более, более фокусированно на различной аудитории. Сейчас, как я уже говорила, мы будем довольно-таки интенсивно работать ещё раз и ещё раз на сеньоров, потому что это всё-таки самая большая зона риска среди всех населений Латвии. Вы проводите анализ категории жителей, которые вакцинируются, то есть, но статистику вы подводите, кто чаще идёт вакцинироваться. Это по необходимости? Это больше ради работы? Или это действительно люди, ну, пенсионеры ради здоровья идут? Вы знаете, причины очень разные. Сейчас недавний опрос, да, СКДС проводит регулярные опросы, и один из последних таких опросов тоже была участница дискуссии, где смотрели тоже на такой интересный аспект социологии, как, ну, скажем так, ну, даже не по национальному признаку, а по признаку различных национальностей, которые живут в Латвии. Знаете, интересно, что, например, большинство русскоговорящего населения, они выбирают путь вакцинации только для того, чтобы была возможность куда-то уехать, путешествовать. Более такое большое население, латышское население, оно, в принципе, выбирает именно потому, чтобы защитить себя. То есть причины, по которым люди идут на вакцинацию, они очень разные и довольно-таки человеческие, ну, их можно понять. То есть мотивации у всех различны? У каждого, в принципе, у каждого своя, но, конечно, есть какие-то тенденции. Да, вот у нас много звонков, еще попытаемся их принять до завершения этой части эфира. Доброе утро, слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый. У меня вот такой вопросик, даже комментарий. Один из сотрудников работает в больнице, в отделении, который помогает людям и сражается с ковид, переквалифицирован одно из отделений. Ну, даже не в этом дело. Я обращаю ваше внимание на то, что во всей официальной статистике нигде и никогда не приводятся данные о том, сколько из людей, у которых диагностирован ковид, сколько из них переболевших, официально или неофициально. То есть повторно заболевших людей нет. А такая статистика нулевая. Спасибо большое. Да, интересный вопрос. Я не знаю, сможет ли наши гости ответить, но, в принципе, наверное... Это, извините, вопрос к СПКЦ. То есть это организация, которая анализирует различные данные, в том числе тоже, скорее всего, поэтому нужно обращаться. Там нужно, да, кстати, время от времени и на правительствах, вот на заданиях правительства такая дискуссия возникает, а то, что, может быть, стоит подумать о более такой расширенной информации, не знаю, что это даст в конкретном случае, если мы узнаем, что человек дважды уже переболел и не догадался вакцинироваться, это такой вопрос. Вопрос ещё такой. Есть ли часто ли случаи, бывают ли случаи противопоказания к вакцинации официально, то есть уведомления от врачей, от комиссии? Как часто такие бывают ситуации? Насколько чисты эти ситуации, у нас такой статистики нет. Таких данных у нас нет. Мы знаем, что это официальная информация в вакцинации срок из грамот. То есть это публичный документ, который можно смотреть любой интересент. Он находится на сайте Национальной службы по здоровью. То есть единственная на данный момент контриндикация – это антифилаксы, то есть такая бурная аллергическая реакция. И, конечно, это нужно говорить с медиками, со своим семейным врачем. Если есть такая тенденция, то нужно, конечно, смотреть. Можно подобрать тоже другую вакцину. Если была такая антифилаксы после какой-то определенной вакцины, потом можно подобрать другую. Но, опять-таки, это чисто медицинская проблема, и нужно ее решать своим лечащим врачом. Да. Ну что ж, еще, может быть, один звонок мы примем. Да, доброе утро. Слушаем вас. Доброе утро. Я работаю в медицинском учреждении. У меня такой вопрос. Вы знаете, что нашу статистику портят те люди, которые вакцину не получили, но у них есть сертификат. Есть ведь методы, когда можно определить, скажем, поступает человек в больницу с ковидом, у него положительный ковид, нужно делать антитела, и тогда есть у него антител. Нет, ясно, что он не получил. Реально вместо вакцины получил физраствор, как обычно это делается. Я знаю, например, учреждения, где все учреждения якобы вакцинировались, они вакцину в жизни не видели. Этих людей нужно наказывать. У меня вопрос, что делается, и что мы же знаем, что такие случаи есть, и я как медик знаю, что очень много случаев есть. Мне даже сами признали, что пациенты, что они не получили вакцину. Что делается, почему об этом больше не говорится, потому что статистика портится. Вот, скажем, поступают, ну вы понимаете, о чем я говорю. Конечно, естественно, поступают в больницу, якобы вакцинированы, да. Да, вот болеют и вакцинированы. Те, которые антиваксеры говорят, так ведь они вакцину в жизни не видели. У них просто есть сертификат. Это очень серьезное дело, и знаете, меня как медика это очень сильно волнует. У меня вот такой вопрос. Спасибо большое. Не знаю, насколько Инга сможет ответить. Я могу ответить на этот вопрос, потому что, в принципе, нам по этой теме задаются вопросы. Вы знаете, на данный момент государственная полиция ведет расследование, поэтому мы особо комментарии не можем даваться. Мы тоже не в курсе дела, но мы знаем, что это расследование, они ведутся довольно-таки активно. И вы знаете, конечно, да, я полностью согласна с медикам. Это ужасающая, волнующая тенденция, когда люди, в принципе, получали вакцину, не получали вакцину, а покупали факт вакцинации за деньги, в конце концов, они сейчас в больнице, и так далее. Но да, на данный момент ведутся расследования. Я думаю, что результаты мы, скорее всего, скоро услышим. Да. Спасибо большое. Да, тем более, что была такая информация, что в отдельных лабораториях уже даже могут выяснить, это антитела вследствие заболевания или вследствие вакцины. Вакцинации. Тоже интересная тема, мы ее еще затронем. Инга Васильева, у нас была на прямой связи, представитель бюро вакцинации, как обычно, по понедельникам. Удачного дня. Большое спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.